Святаго Духа Из поучений Святаго Яна Златоустова На книгу Деяния апостольских Итак Пусть никто не говорит, будто Бог есть виновник наших грехов Потому что не подверг нас наказанию и мучению Скажи мне, если бы какой начальник имея в руках своих убийцу отпустил его То может ли он считаться виновником последующих убийств? Нисколько Как же мы сами, дерзая нечестивыми устами, своими оскорблять Бога не боимся и не трепещем И чего не скажут, чего не произнесут Он сам, говорят, попустил им, надлежало наказать их, если не достойны того Не раздавать им почести, венцов и преимуществ, а подвергнуть наказанию и мучению Не делая с ними ничего такого, но вместо того удостаивая их почестей Он и делает их такими Нет, прошу и умоляю, пусть никто не произносит о нас такого отзыва Лучше тысячи раз быть зарыты в земле, нежели допустить, чтобы о Боге говорили так из-за нас Иудеи говорили ему Разрушающий храм и в три дня созидающий спаси себя самого И еще, если ты сын Божий, сойди с креста Матфея 27.40 Но тема богохуль не этого Итак, чтобы из-за нас не могли называть его виновником зла, чтобы за это самое богохульство нам не подпасть наказанию Так как Вас ради, говорит он, имя Божие хулиться у язычников Римлянам 2.24 Постараемся, чтобы говорили противное, проводя жизнь достойно призывающего И приступая к окрещению сына положения Поистине, велика сила крещения Оно совершенно изменяет сподобившегося этого дара И люди через него перестают быть теми же людьми Пусть же и Эллину веруют, что велика сила духа, потому что она преобразовала Потому что она пересоздала Зачем ты ожидаешь последнего издыхания, как беглый раб? Как злодей, как будто не обязанный жить для Бога? Зачем ведешь себя по отношению ему как бы к какому жестокому бесчеловечному властителю? Что может быть холодней? Что жалче принимающих крещения в такое время? Бог сделал тебя другом и удостоил всех благ, чтобы и ты со своей стороны вил дела друга Скажи мне, если бы ты причинил кому-либо великие обиды и оскорбления И после множества сделанных ему неприятностей впал в руки обиженного А он вместо того почтил бы тебя Сделал бы соучастником всех своих благ За самые обиды нанесенные ему Увенчал бы тебя между друзьями своими И сказал бы, что считает тебя за родного сына И потом внезапно умер Не почел ли бы ты этого потерю? Не сказал ли бы, я желал бы видеть его живым Чтобы воздать ему должное Чтобы возблагодарить его Чтобы не оказаться недостойным предблагодетелем Так поступаешь по отношению к человеку А по отношению к Богу Почему стараешься устроить так, чтобы не воздать благодетелю за стой великие дары? Нет, ты тогда и приступи, когда можешь воздать ему со своей стороны Зачем ты убегаешь? Ты скажешь, я не могу соблюсти заповедей Но разве Бог заповедал невозможное? Оттого и извратилось все Оттого и растлелась вселенная Что никто нисколько не заботится жить по Боге Оглашенные, питая такие мысли Не обнаруживают никакого попечения благочестивой жизни Из крещенных одни приняли крещение в детстве Другие болезни И так как не имели никакого усердия жить для Бога То по выздоровлению тоже не прилагают заботы Иные приняли в здоровом состоянии Но и они обнаруживают мало заботы И они имели пламенное усердие в то время Впоследствии же угасили свой пламень Разве не позволяется тебе заниматься делами? Разве я отвлекаю тебя от жены? Удерживаю тебя только от прелюбодеяния? Разве от пользования имуществом? От любостяжания только и хищения? Разве принуждаю раздать все Только немногое по мере возможности Уделять нуждающимся? Ваш избыток, говорит апостол Восполнение их недостатка 2 Коринфянам 8.14 Но и таким образом мы не убеждаем Разве принуждаем поститься? Запрещаем только предаваться опьянению и присущению Устраняем то, что причиняет тебе бесчестие Что и сам ты еще здесь, прежде гиенны Уже признаешь постыдным и ненавистным Разве запрещаем веселиться и радоваться? Только бы это было не постыдно и не бесчестно Чего ты боишься? Чего страшишься? Чего трепещешь? Где брачная жизнь? Где доброе употребление имущества? Где умеренность пищи? Какой там повод к греху? Внешний язычник велевает противоположные и слушает Они требуют не по мере возможности, но говорят Столько-то надо бы отдать И хотя ты ссылаешься на бедность, не отступают и тогда А Христос не так Дай, говорит, из того, что имеешь И поставлю тебе в числе первых Еще тебе говорят, если хочешь быть славным Оставь отца, мать, родные и домашних И будь при царском дворе, перенося труды Испытывая скорбления, раболепствия Не имея покоя, претерпевая множество неприятностей А Христос не так Но будь в своем доме с женою, с детьми И устраивая дела свои так, чтобы приводить жизнь спокойную и безопасную Так скажешь, тот обещает богатство, а он царство или лучше Вместе с тем и богатство Он говорит Ищите прежде царствие Божие и правды Его И это все приложится вам Матфея 6, 33 Тот обещает богатство не в виде прибавления А он еще нечто прежде этого Я был молод, говорит Давид И состарился И не видел права видника оставленным И потомков Его просящими хлеба Салом 36, 25 Начнем же жизнь добродетельную Положим ей начало Только приступим к ней И увидишь, сколько в ней благ Аминь Аминь